всем здравствуйте весь трип пошел не по плану просто потому что на улице дико холодно и предвещая все вопросы о том что лиза ты же из россии тебе не должно быть холодно я не живу в москве 7 лет в праге зима не такая холодная и крайний раз когда приезжала в москву зимой я носила термобелье поэтому поэтому мы знаем мы прошли просидели весь день сегодня в отеле или весь вечер сегодня в отеле мы гуляли где-то до 7 часов вернулись домой и больше не выходили из дома потому что на улице достаточно холодно плюс подруга которая приехала заболела бронхитом поэтому увиделись не только вчера и сегодня и завтра мы не увидимся здесь мы увидимся с ней в понедельник она болеет так что трип вообще идет по самому главному плану но из позитивных историй у нас нормальный хороший отель чуточку совет вайп но нормальный хороший рейдис англию у нас класснейший вид мы увидели ригу вчера нам повезло с погодой вчера видео с подругой и в хорошем месте и в принципе да везде надо искать плюсы плюс новая страна в лист плюс мне действительно нравится рига и действительно понравилось но наверное я бы советовал сюда как любую другую страну все-таки в теплый период весенний когда все расцветает потому что сейчас погода зовут мне кажется примерно такая же депрессивная как и в россии поэтому да но не об этом сегодня я хочу показать что я купила завтра пойдем изведывать еще какие-то места которые мы не изведали хотя бы кажется я уже видел всю ригу но неважно это я наверно предпочту оставить этот пакетик при себе это то что купила сегодня в православной русской церкви которые у нас открывается на не вид вот поэтому я предпочту это стать все таки для себя а вам покажу что купила начнем с базы я купила себе просто зашла опять в драгерию и купила маски они были на скидке и стоили столько же сколько праги не стоит без скидки уже одну использовала третья была зеленым чаем мне очень нравится это достаточно приятная замена дарлинг хоть они не так сильно увлажняют но с движением лица они справляются на садра сушит волосы поэтому купила я своими футболку с латвии мама привет это футболка тебе сувенирок на самом деле в риге очень мало поэтому найти нормальные сувениры достаточно сложно что для меня тут еще сувениры маме открытки и наклейки с латвии иригой и я из каждого города привожу себе лично сувениром кофе ирига не исключение в роке бине о котором я же вам не раз рассказывала я взяла себе без кофеиновый кофе вот такая вот пачка стоило 10 евро приятная цена и потом на выходе я увидела что они продают супер сувенирный кофе латвиниан латвиан латвиниан литвиниан не туда national coffee of latvia простите уже 10 какой 10 12 часов вечера ночи очень прикольная упаковка и действительно приятный сувенир и я такое люблю и в копенье себе купила кофе здесь купила кофе из берлина всегда ношу просто пачками вожу кофе поэтому приятный сувенир дальше мы были на рождественской ярмарке я не сдала свой стакан достаточно он пахнет вином настоящим хорошим таким рождественским вайбом и просто приятно сохранить что я была я на ярмарке очень рандом факт но в этом году я уже была и на в копенгагенской рождественской ярмарке и в на риге на рождественской ярмарке побывала в праге я не побывал ни на дно хотя они все находятся в центре рядом со мной ребята я не ходила ни на дно потому что толкаться в этой толкучке праги я не хочу но ко мне скоро приезжает мама поэтому думаю что с ней мы обойдем все рождественские ярмарки моя покупка из риги это книги и я зашла вот в этот магазин я вам уже рассказывал в принципе и там были все книги на русском языке и я просто не могла учить без булгакова потому что потому что мы все знаем насколько сильно она любит булгакова там был гоголь там был гоголь но я читала все книги гоголя и все истории которые были возможны вот собачье сердце я пыталась читать когда-то давно но мне почему-то не заходило так сильно как зашел фильм понятно дело но хочу все таки уже взрослым таком осознанном возрасте прочитать ее заново и купила морфий потому что я знаю насколько это депрессивная книга как и все книги булгакова впрочем но просто я думаю что сейчас с моим каким-то ментальным состоянием эта книга будет нормально сочетаться и в спокойном понимании не будет взаимодействовать на мою не знаю на мою менталку скажем так потому что мне кажется в лет 19-20 в начале двадцатилетия своего можно сказать я пыталась начинать читать морфий и мне чуточку не зашло хотя я действительно очень сильно люблю булгакова но морфий как-то мне не очень зашел на тот момент так что будем перечитывать собачье сердце и конечно же конечно же пробовать дочитывать морфий потому что потому что да и так приятно книги стоили по 4 евро иди просто такие же как продаются новом арбате в книжном ребят это просто это лучше сувениры из риги мои я я серьезно я без без преувеличения говорю это на полном серьезе что это так и есть так что до утра можно пожалуйста мы все посмотрим на срач на заднем фоне и на этот прекрасный вид сегодня у нас воскресенье и я решила что мне кажется я хотела я хотела красиво вам снять видео но пытаюсь поймать телефон между прочим новый надо закрыть в общем в гениальности безрукость в лучший лучшим его состоянии но сегодня у нас 1 декабря и суббота нет 1 декабря воскресенье и я поняла что я так много нас не мало времени непонятно откуда непонятно как что мы с вами из этого всего устроим неделю влогов а значит этот третий день недели влогов и у нас сегодня первый день зимы так что всех с наступлением зимы мой лучок сегодня как всегда показываю это бренди мелвил один из самых моих любимых свитеров на самом деле очень сильно люблю просто обычный классический синий просто очень-очень удобный очень классный джинсы и кеды все одинаково все так же как и было всегда потому что мы в поездке в поездку много не возьмешь вот все мы идем гулять сада нашел пару классных магазинов куда можно сходить и поглядеть прикольные вещи также что также мы идем сегодня в кафе которое вдохновено ежиком в тумане очень рандомно я знаю но у меня в семье очень любит этот мультик я хочу что-нибудь там купить своей маме сувениром и что-то еще и просто будем гулять я не хочу на рождественскую ярмарку сегодня опять зайти потому что делать нечего у меня болеет подруга я в риге уже все посмотрела и хочу вам сказать что если вы думаете что выходных в риге вам не хватит скорее всего это не так на самом деле почему я приехал сюда так надолго аж на четыре полдня просто потому что в планах было съездить на море но опять же подружка заболела просто на улице дико холодно поэтому на море думаю ехать не самая хорошая идея все ладно пойдемте пока еще что не уронила не привыкла какие-то не создала я обожаю эти джинсы в бешке я купила их летом в мюнхене на сейле за 18 или 19 евро они просто вайбовые и классные кеды тоже прекрасно они сейчас в найке на сейле надо сдать тоже в химчистку они в на сейле стоит не знаю 60 70 евро сейчас многих упала по полной цене и но они идеальны и мне кажется они были вдохновлены да мне кажется вот 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 они были вдохновлены цветами тревеса скотта найками ну и свитер свитере мы уже с вами говорили и моя курска который привлекает очень внимание я же очень много лет я ее покупал мне кажется три четыре года назад заре и она двухсторонняя очень крутая я ее просто обожаю гулять по риге господи наш вид наш вид ребята это это что это зачем наши дни в риге были максимально спокойными у нас было очень много времени насладиться городом нашим отелем вайбами и релаксом и всем остальным но на самом деле если до этого я думала что рига не очень хороша для посещения в данный период времени мы посещали ее в декабре в конце ноября в начале декабря я могу сказать вот что наверное чтобы пропитаться этим вайбом стоит приезжать в ригу именно в то время в которое приехали мы в этом году если еще раз я не хочу чтобы пропитаться им что то можно купить и купить и купить и купить и купить в этой В общем, магазин, которым мы ходили сейчас, он был достаточно хороший, если вы живёте в Риге. Если вы приезжаете в Ригу и хотите найти что-то суперкрутой стрестайловое, я советую. Была бы с собой в Ригу и не брала много денег, поэтому не могу скупить весь магазин, но если бы была такая возможность, 100% прикупила бы себе там пару вещей, поэтому очень советую его посетить. В общем, мы привезли все крутые магазины, которые могли, имейте в виду стрестайловые, назовутся так. И они классные, я советую. В принципе, стоят они столько же, что холодно подуло. Вещи стоят столько же, сколько и, например, во всех магазинах, которые продают эти вещи, этих брендов. Вы поняли, окей. Вот, поэтому наценки здесь нет, что Carhartt, сумка и так стоит 50 евро в Carhartt, что так здесь 50 евро, поэтому это приятно. Мы идем смотреть на народную библиотеку, с другой стороны. Мы не будем приходить реку, потому что достаточно холодно, и, если честно, огромного желания идти на другую сторону, но совершенно нет. Потому что на той стороне есть вот эта библиотека, сейчас будет ветер фигачить, опять есть библиотека и есть что-то еще. А, и есть Парк Победы, но мы знаем, что Парк Победы везде одинаков, поэтому туда мы не пойдем сто процентов, потому что для чего и зачем, но посмотреть издалека хочется на библиотеку. Вот так вот выглядит вечерская набережная, а вот так вот издалека выглядит библиотека. Моя подруга сказала, что там достаточно красиво, но мы туда не пойдем. We want cross, right? Not really. What for? It's called Enviso Library. Так что, ребята, я так понимаю, вот эта библиотека, а вот там, где колесо обозрения, Парк Победы. Вот. Ну мы что, с вами Парк Победы не видели ни разу здесь, неправильно? Правильно. Тут как бы, ну такое, а поворачивайтесь, и вот такое вот уже. Красивенько, очень даже. Надо сгониться, это Сколз. На самом деле, ситуация трещь, ситуация вайп. На 18 лет я прожила в холодной Москве, ходила в школу в минус 30 в хапроновых колготках и короткой юбке. Но сейчас в 25 я проживающее себя в Чехии, и я поняла, что мне холодно. И теперь я не хочу приходить через эту реку, потому что дует и фигачит ветер. Но я не слишком утеплена, я всего лишь в коротком бухане. Вот она вам и жизнь. Посмотрите, какие, кстати, прийти домики здесь. Очень, очень. Ну да, ситуация, конечно, максимально трешовая, я могу сказать так. Но действительно здесь холодно, здесь зима холоднее, чем в Праге. И когда нету снега, почему я всегда говорю, что в Праге, если холодно, он ощущается намного холоднее, потому что нету снега. Снег все-таки смягчает морозы и делает их более приятными. Когда нету снега и мороз, очень-очень холодно на улице, и такая сухость прям присутствует, дико неприятная. Вот, просто я иду и смотрю вот туда. Смотрите, какая Рига действительно красивая. Я не могу сказать, что я бы хотела здесь жить, потому что вайп постсоветского союза все-таки здесь имеется. И не чувствуется, что это супер европейская страна. Но здесь красиво, правда. Правда-правда. Так что, если здесь не были, очень советую. Азизам. Сей хай. Сей хай. Наши хай. Сей хай. Сей хай. Сей хай. Сей хай. Сей хай. Идём лучший background. Библиотека. Сей хай. Так вот. Сей хай. Окей, Сей. Сей хай. Сей хай. Сей хай. Сей хай. Как ты любил Рига? Что ты любил, что ты не любил? Я любил солнечную Ригу, которую мы были несколько часов. The prices are better compared to Denmark. That's true. That's good. It's cold, it's cloudy, it's a little sad if you ask me. That's it. We got unlucky because our friend is sick so we cannot really go around. That's what I said. We cannot have that VIP tourist experience so we're walking everywhere we want to go. It's good to come for just once to see what all the fuss is about but I don't see myself come again for more than two nights. Exactly, or to live here, you know. Yeah. Because every time we are traveling we are like, oh actually we can live here or we want to try to live here. Not every time but with some cities. This is one of the cities that that lightbulb didn't come. It came out, it didn't come out on Bratislava too. It gave me the same Bratislava vibe but a little bigger. A little better than Bratislava to be honest. Yeah. Still no. Yeah. Still no. Prague for us, at least for me, is still home. For sure. But... We would like to try some countries but... We need to try more. But Latvia is another one. Latvia is not for us, but we'll see. Yeah. Never say no. That's why we're here to find out. Exactly. Thank you so much for your short interview. Thank you. Okay. 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 We'll continue on. And it's also very patriotic. Yeah. I said that Latvia is very patriotic because there are all flags everywhere. Just everywhere. It's interesting. We also went to the Christmas market in the night just to look at the face. It's so cute. It's really cute. Yeah. I feel like it's really cute. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Наверное, в конце этого влога хочется просто посоветовать вам, конечно же, посетить Ригу. Она действительно переоправдала наши ожидания, очень сильно нам понравилось, да, возможно, не для жизни, да, возможно, не для долгих трипов, но для такого вайба, предрождественского вайба, абсолютно must visit. Ну, а мы с вами, как и с Ригой, не прощаемся и увидимся, надеюсь, очень скоро в следующем видео, а с Ригой, надеюсь, тоже в скором времени увидимся-увидимся. Всем пока-пока, спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. See you soon, guys!